Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елены Катаржина в ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Да будет свет! В деревне Шолохово Новгородского района жилые дома льготных категорий семей подключены к электричеству. Гусли, сапели и волынки сквозь ритмы 21 века. В Великом Новгороде прошел фестиваль музыкальных древностей Славиша. Батецкому исполнилось 125 лет. День рождения поселка отметили шествием и праздничной программой. Новгородскую область сегодня посетил с рабочим визитом генеральный директор акционерного общества Россети Олег Бударгин. Вместе с Андреем Никитиным он принял участие в торжественном мероприятии в деревне Шолохово. В массиве Шолохово участки для льготных категорий были распределены еще в 2013 году. Всего здесь планируют строить дома 405 семей. Екатерина и Сергей Бородулина, их семеро детей, живут здесь уже полтора года. И только сегодня в Большом доме появился свет. В рамках долгосрочного соглашения, подписанного между Россетями и правительством Новгородской области в апреле, была достигнута договоренность о ликвидации очереди подключения к электросетям льготников. На сегодняшний день, по словам Олега Бударгина, задача практически выполнена. Подробнее о визите генерального директора российских сетей в Новгородскую область смотрите в наших вечерних выпусках. Качество воды и дороги, готификация и сотовая связь. Эти вопросы волнуют жителей практически всех поселений области. Обитатели Волота могли сегодня задать их напрямую главе региона. Волотовский район самый маленький на карте региона. Да и людей тут проживает немного, всего около 5000. Проблем, тем не менее, от этого не убавляется. Вопросы, которые задавали местные жители, во многом типичны. Не впервые народ жалуется на отсутствие интернета и сотовой связи, которая покрывает далеко не всю область. Впрочем, работа с операторами уже началась. Мы в этом году впервые всех собрали и попросили дать нам инвест-программы на 2018 год. Что они собираются делать и как они собираются делать. Какие деньги они собираются тратить. К октябрю они должны эти инвест-программы сдать свои. Дальше мы с главами соберемся, посмотрим, куда они сейчас планируют свои деньги вкладывать, какие вышки. Далее по списку газификация, которая коснулась только 10% домовладений. Увы, в этом случае порадовать волотовцев пока нечем. Хотя есть и хорошие новости. 16 километров местных дорог вошли в опорную сеть и ориентировочно будут отремонтированы в следующем году. Как и безнаболевшей темы дорог, ни одна подобная встреча не проходит без упоминания сферы ЖКХ. У нас скважины, которые на территории, у нас порядка 36 скважин. Самая старая скважина это 50-х годов постройки, 60-х годов постройки. И самая молодая это 80-е годы постройки, 79-е. В принципе, все оборудование у нас практически износ 85-90%. Задача, которую я поставил на сегодня нашему департаменту ЖКХ. Вы знаете, у нас в области отсутствует целостная схема водоснабжения и водоотведения. Вот эту схему надо создать, надо ее утвердить и надо совместно с муниципалитетами сделать нормальный план развития системы водоснабжения и водоотведения, уже понимая, где будет концессия, где мы оставим это в муниципальных руках. А в 13 километрах от райцентра в деревне Казнобице о централизованном водоснабжении пока и не мечтают. На несколько домов здесь один общий колодец, который уже начал гнить. В ведрах вода с трухой и червяками. Хотите водички-то попить? Я вас. Ну, угощу. Видишь, вода какая. Ну, вот здесь я червей. Ну, ладно бы мы ее выкачали. Ладно, ребята бы наняли там выкачали. Я не к такому. Ну, вот это что? Это питьевая вода? И я ее утром сегодня сливала. 15-20 ведер. Местные уже обратились в районную администрацию с коллективной жалобой в конце июля. Ответа они пока не получили. Поэтому мы решили немного ускорить процесс. Тем более решение проблемы уже найдено. В муниципальную программу внесены изменения. Предусмотрены денежные средства. Направлена бюджетная заявка на область на условия софинансирования. Подготовлен проект решения в районную думу с внесением дополнительных средств на проведение данных мероприятий. Увы, все не так быстро. Деньги поступят, скорее всего, в сентябре. А работы, предположительно, стартуют в октябре. Планируется, что деревянные сгнившие стенки заменят на надежное железобетонное основание. Из Волотовского района Кристина Абелян, Сергей Корнев. Новости Новгородское областное телевидение. В Алдае развернулись спор относительно уличной торговли в одном из оживленных мест. Пенсионеры недовольны решением перенести их лотки. Муниципальные власти парируют. В 21 веке все должно быть цивилизовано. На улице Ломоносова самое ходовое место для товарооборота. Регулярный поток народу притягивал сюда бабушек с лесными ягодами, медом, молоком. Торговали в специальных павильонах. Однако, по распоряжению муниципалитета, торговые площадки были убраны, так как Ломоносово теперь место сетевой торговли. Но так как эта площадь на сегодняшний день уже вся обустроена магазинами, и магазин имеет свою прилегающую территорию, и дальше идет дорога, поэтому, в принципе, на дороге торговать нельзя. Это как и со стороны проверяющих органов, и ГИБДД были несколько раз замечания сделаны, что, в общем-то, люди торговали на дороге, практически на проезжей части, что мешало дорожному движению. Поэтому нами было принято решение перевести их опять ближе к центру города и расположить рядом с рынком в центре города. С прежних мест торговли были убраны стационарные лотки, что очень расстроило бабушек. Сейчас павильоны находятся в нескольких сотнях метров под солнцем. Ну, люди, конечно, возмущаются, потому что сначала был внизу рынок там, потом туда перенесли, а теперь сюда. И здесь покупная способность очень маленькая. Люди привыкли с Питера, с Москвы, заезжают туда, берут домашние продукты. Молоко, яйца, все такое. Местные делятся, что некоторые продавцы еще пытаются работать на Ломоносово, стоять теперь прямо на дороге. По словам валдайских властей, гонять их оттуда никто не собирается. Но не секрет, что такая торговля обязательно скажется негативно на качестве товара. В выходные в Великом Новгороде прошел фестиваль музыкальных древностей «Славиша». Он стал второй частью мультифеста под общим названием «Новгородские спасовки». В течение двух дней в центре Владимира Ивановича Поветкина и на Ярославовом дворище звучала народная музыка, исполнялись песни и танцы. Фестиваль собрал исполнители из Москвы и Санкт-Петербурга, Якутии, Австрии и Литвы. Поскольку фестиваль музыкальных древностей «Славиша» проходил на древней новгородской земле впервые, то не все еще привыкли к его названию, не все еще знали, что это такое. Но предположения высказывали. «Славиша» на самом деле не знаю, но для меня это ассоциация со словом, с каким-то свистением, возможно, которое издавали музыкальные инструменты. Так что же такое «Славиша»? Каков правильный ответ? Откуда взялось это слово и почему оно стало названием фестиваля музыкальных древностей? «Славиша» — это имя. Это имя, скорее всего, владельца музыкального инструмента. И это имя было вырезано на одной из боковин лирообразных гусли 11 века. Эти гусли были найдены у нас здесь, в Новгороде, на Троицком проскопе. Хедлайнером фестиваля «Славиша» в Великом Новгороде был участник из Москвы, вокалист, этнограф, исполнитель на народных духовых инструментах, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий Сергей Старостин. На территории Новгородчины, по крайней мере, в раскопах были найдены фрагменты гусли разных типов, разных конструкций, были найдены фрагменты смычковых инструментов, которые получили такое расхожее название «гудок». И здесь были найдены духовые инструменты сапели, здесь были найдены металлические самозвучающие инструменты, которые носят название «варган». Вообще большое количество инструментов было найдено, то есть жизнь древнего Новгорода была весьма-весьма богатой и содержательной. Увлекательный рассказ Сергея Николаевича о древних музыкальных инструментах и, в частности, о пастушеском рожке дополнили музыканты из Москвы квинтет «Зубцы». После полудня музыкальная древность была интегрирована в древность архитектурную. Практически возле каждой церкви выступали участники фестиваля, причем они не только исполняли аутентичную музыку, но и рассказывали об инструментах. В каждой стране его бы волынка или была, или есть. Где-то она исчезла почти везде, где она исчезла, ее потом пытались возродить. То же самое происходит сейчас в России. Теперь количество людей, которые знают, что такое словиша, стало гораздо больше. Расширились познания по части древних музыкальных инструментов. Звучание волынок, рожков и гуслей оказалось и сегодня органичным для нашего древнего русского города. Мне интересно, и вот я вижу новгородцам тоже интересно, множество людей пришло. Фестиваль «Славиша» завершился. Два спаса «Медовый» и «Яблочный» позади. Но мультифест «Новгородские спасовки» продолжается. Впереди еще один спас «Полотняный». И, соответственно, еще один фестиваль «Сарафан», на который всех приглашают 26 и 27 августа. Светлана Стерлигова, Сергей Корнев. Новости Новгородского областного телевидения. Юбилейные даты отметили в субботу в Батецком. Району исполнилось 90 лет, а самому поселку 125 Юлия Бабич побывала на торжествах. Участники шествия неспешно собираются в назначенном месте. Торопиться в этот день никому не хотелось. Праздник. Во главе колонны ветераны труда и молодые семьи. Валентина Пичугина переехала в Батецкий в 70-м, сразу после окончания Ленинградского вуза. И больше менять место жительства не захотела. Последние 17 лет трудилась председателем комитета финансов района. Были тяжелые годы, 90-е годы. Ну, выжили, старались, работали. Так что зарплату платили, немножко задерживали в 90-е годы бюджетникам. Но все равно развивали район, ремонтировали школы и прочее. Созкульпт быт. Ну, мне нравилось. Сейчас Валентина Пичугина на заслуженном отдыхе. Занимается рукоделием и цветоводством. Так старается сделать свою малую родину уютнее. А мама двоих детей, уроженка Батецкого Анжела Григорьева, безопаснее. Женщина работает дознавателем в полиции. Работа, чтобы преступность была меньше. Получается? Да. Сколько уже в профессии? 10 лет. Чего бы сегодня хотели пожелать всем? Мирного неба. Так многолюдно на центральной улице поселка бывает редко. К привокзальной площади с яркими шарами и прекрасным настроением шагали десятки коллективов. Специалисты торговли, ЖКХ, МФСП, почты, медики, учителя, сельхозработники. Самым опытным и трудолюбивым вручили благодарности и нагрудные знаки почетный гражданин Батецкого района. В том числе и они в послевоенные годы восстанавливали поселение. Работа титаническая. Из 150 деревень к концу Великой Отечественной уцелели только 10. Самое главное это люди. И мы сегодня благодарим тех ветеранов, которые стояли у истоков коллективного хозяйства. Мы благодарим воинов, отдавших жизнь с оружием в руках и защищавших Батецкую землю. С двойным юбилеем жителей района поздравила и глава региона. Поздравительный адрес передала и зачитала руководитель департамента сельского хозяйства Елена Покровская. Андрей Никитин пожелал жителям Батецкого счастья, радости, благополучия и отметил, что их трудолюбие непременно позволит добиться успехов в развитии сельского хозяйства, туризма, малого бизнеса. После торжественной церемонии детвору ждали батуты и сладости, а взрослых праздничный концерт. За пляжом взрывает снег, знаю тебе, они напили, ты носишься мне, весенний полный гавели. Из Батецкого Юлия Бабич, Владислав Ковалевский, новости, Новгородское областное телевидение. В Алдае готовится к открытию новый памятный знак. Он посвящен кузнецам и колокольным мастерам города. Предполагается, что композиция станет одним из любимых мест для фото и селфи. Еще одна визитная карточка Валдая выполнена из металла. Маленькие колокольчики, что симметрично расположились на самой подкове, отлитой из чугуна. В центре композиции настоящий колокол. Автор идеи Анатолий Андреевич Люкшин, житель Валдая, совместно с муниципальной властью он воплотил оригинальную затею в жизнь. Идея, на самом деле, об этом памятном знаке у нас уже порядка четырех лет в головах жила. Просто мы не знали, где осуществить, где подобрать место. Но это плод такой четырехлетней работы и воплощение в этом деньги инвестора. Валдая получила еще одно место для селфи, где можно прийти, сфотографироваться, где посидеть в конце концов. Официальный день открытия монумента 16 сентября около Подковы обещает установить информационные стенды и отрегулировать освещение. Кроме того, будет облагорожена территория вокруг металлической композиции. Символ счастья, посвященный кузнецам и колокольным мастерам Валдая, можно найти на пересечении улицы Луначарского и Комсомольского проспекта. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. Всего доброго и до встречи.